Аудиокнига создана специально для сайта кинотеатра Охотника. На болотную дичь. Охота на болотную дичь с собакой, одна из наиболее интересных и спортивных. Меткий выстрел по Бикассу, когда ваши ноги стоят на качающихся кочках, не сравнишь ни с каким другим, наверное, только здесь нужна такая мгновенная реакция стрелка на внезапно появившуюся и бросающуюся из стороны в сторону живую мишень. И дело тут вовсе не в величине трофея, хотя не лишний напомнить, что пословица мал золотник, да дорог в полной мере относится к некоторым представителям болотной дичи, которая не велика по весу, но по праву называется красной дичью. Кто хоть раз отведал осеннего Бикасса или Дупеля, тот знает ни с чем не сравнимый вкус их мяса. Умение подготовить спаниеля к этой охоте, управлять им и метко стрелять, вот что должен хорошо освоить молодой охотник, чтобы возвратиться из угодья с добычей. Как бы не влекла вас охота на водоплавающую или боровую дичь, но лучшую школу первопольный спаниель проходит лишь на охоте по болотной дичи, давно замечено, что если начать охотиться с неопытной собакой по тетеревенным выводкам, то потом переключить ее на охоту по Бикассу, Дупелю или Коростелю не так-то просто. Как предполагают, следы боровой дичи, да и она сама, имеет намного сильнее запах, чем следы болотной, и собака, привыкнув к нему, уже не с таким желанием начинает причуевать более тонкий запах птицы на болоте. Вот почему настоятельно рекомендую вначале поохотиться со своим питомцем по болотной дичи, а потом уже по всем другим. Это чередование охотиться с паниелем не просто желательно, а необходимо, если вы, конечно, хотите иметь чуть-чистую, ищущую дичь на правильном челноке и отлично работающую на всех охотах собаку. Охота по болотной дичи в лугах требует немного меньше силы от собаки, нежели охота на уток, где с паниелем приходится много плавать, преодолевая густые сплетения водной растительности. Но и для работы на болоте нужна выносливость, тем более когда с собакой охотиться по нескольку часов в течение многих дней подряд. Неутомимости с паниеля можно добиться только в результате ежедневных тренировок. К открытию летней осенней охоты ваш питомец должен быть в рабочей форме, кондиции, то есть не иметь лишнего жира, но и не быть слишком тощим. Только физически сильная собака может выдержать многочасовой поиск в лугах и на болоте. А теперь давайте отправимся с молодым спаниелем. Точка. За коростелями. Обычно, когда начинают разговор об охоте на болотную дичь, вначале рассказывают об охоте на бекасе, дупеля, гарш неба, а потом уже заканчивают охотой на коростеля. Болотную курочку и другую дичь, обитающую на болотах. Сегодня я нарушу эту традицию, так как охота на бекасе, дупеля и гарш неба скорее относятся к традиционным охотам с легавыми собаками. А вот охота на болотную курочку и особенно на коростеля, хорошо бегающих и не выдерживающих в стойке легавых собак. Это, так сказать, классика охоты с испаниелем. Поэтому я и начну с коростеля. Летняя ночь. Тешина. Только неугомонные коростели со скрипом жнут темноту, до перепела звонка и без устали напоминают, спать пора, спать пора. Услышать коростеля легко, достаточно выехать за город и прогуляться по пойменным лугам. А вот увидеть эту рыжеватую птицу с пестринами на спине не так-то просто. Она предпочитает бегать в траве, нежели летать. Длинные ноги и вытянутые, сжатые с боков туловища позволяют коростелю быстро бегать, почти не задевая травинок. Только в случае крайней опасности он взлетает, причем летит сравнительно медленно, опустив ноги и предпочтительно по ветру. К середине июля коростели смолкают, и теперь поднять их с земли без собаки практически уже совсем невозможно. Для летней-осенней охоты на коростели поистине незаменим спаниель, собака, не делающая стойки. Коростель, это оселок, на котором оттачиваются такие охотничьи качества спаниеля, как умение быстро найти птицу верхним чутьем или последу, настойчивость при ее преследовании вплоть до подъема на крыло, остановка собаки самостоятельно или по команде охотника и, наконец, подача ею, только по приказу, отстреленной дичи в руки стрелка или поимка и подача подранка. Одно перечисление этих качеств показывает, что с хорошо выдрессированным и натасканным спаниелем охота на коростели не только бывает успешной, но на ней практически исключена всякая потеря сбитых птиц. К тому же некоторые спаниели работают с заходом, то есть обходят бегущего коростеля и поднимают его навстречу охотнику. Где надо искать коростелей? Излюбленные места их обитания, заливные, влажные, или, по охотничьи, потные луга. Любят эти птицы кустарники, разбросанные по берегам пойменных озер. Обычно после половодия на ветвях таких кустов остаются прошлогодние сены и различный мусор, образующий невысоко над землей как бы крышу, выгнать из-под которой коростели даже опытному спаниелю не так-то просто. Держатся птицы среди посадок картофеля, свеклы и других овощей, выбегая рано утром и по вечерам на оросительные канавы. Почти наверняка можно встретить их на участках с нескошенной пожухлой травой, если вокруг остальное скошено. Реже, преимущественно в засушливые годы, можно найти коростели в заболоченных местах. В центральной зоне стрельба этой дичи разрешаются со дня открытия летней осенней охоты и продолжаются до октября, когда последние птицы улетают на юг, именно улетают, а не уходят, как о том бытует неверное мнение. В начале охотятся на местного коростеля, а затем с первой или второй декады сентября, в зависимости от погоды, в течение 5-10 дней на пролетного, потом вновь ищут одиночных птиц, задержавшихся с отлетом. Со спаниелем на коростели можно охотиться весь лень, но надо помнить, что рано утром и ближе к вечеру они выходят на более высокие места бровки канав, возвышенности, а на день уходят в низины, посадки овощей, кустарники. Вот в этих-то местах сообразно со временем ищут дергачей. Наиболее интересна охота на них в сентябре, октябре, когда птицы жиреют и становятся завидным трофеем. Спешить с выстрелом по взлетевшему коростелю не следует, так как он чаще всего перемещается недалеко, гораздо хуже близким выстрелом разбит летящую птицу. Не беда, если вы промахнетесь, почти всегда можно еще раз навести собаку на дичь. Стреляют по коростелю с повадкой, отпустив его метров на 20-25. Упреждения берут небольшое, только при сильном, ускоряющем полет ветря оно должно быть несколько большим. С вечера уложены в рюкзак бутерброды и термос с кофе или чаем. Плащ-накидка на случай дождя. Пара теплых носков на случай заморозков. Капроновый шнур. Он понадобится, если молодая собака примется вдруг преследовать вылетающую дичь. Хорошо закрытая литровая банка с едой для собаки и миска для нее. В первый ряд патронташев вставлены патроны с дробью номер 9-10, во второй, номер 7-8. Затемно, стараясь не беспокоить близких, вы быстро собираетесь и выходите в бледнеющую ночь, чтобы к рассвету быть в охотничьих угодьях. Вокруг тишина, легкий туман стелется по поями. Не спешите пускать собаку в поиск. Поднятый ею коростель тотчас растворится в тумане, и стрельба по нему вряд ли принесет успех. Но вот утро не спеша началось сметать клубы тумановлощины. Теперь пора. Заколется и картофельное поле. Высохшие и заросшие сочной зеленой травой растительные канавы разрезают его на правильные прямоугольники. Не упускайте случая поискать коростель и здесь, птицы сейчас вышли кормиться на канавы. Отстегните поводок, усадите собаку и, отойдя от нее вдоль канавы на 10-15 метров, дайте командующий, указав рукой направление поиска. При хотя бы малейшем ветерке опустите собаку в поиск с подветренной стороны канавы, тогда ветер может нанести на спаниеле запах жирующей птицы. При безветрии посылайте собаку то по одну сторону канавы, то по другу или сами идите по одной стороне, а собака пусть ищет по противоположной. Во время поиска несколько раз усадите помощника, проверяя и закрепляя тем самым его послушание. Если пройденная канава оказалась пустой, командой ко мне, подзовите собаку и по приказанию рядом, введите ее у левой ноги, к следующей. Но вот спаниель заметно оживился, энергично заработал хвостиком, провел метров пять по бровке канавы, спрыгнул на ее дно и бросился следом за убегающим коростелем. Теперь поспешайте вслед за собакой. Но если она опередила вас больше чем на 20-25 метров, то прикажите ей сесть, быстро подойти и командой ищи, вновь пустите по следу. И вот, проведя еще несколько метров, ваш спаниель выпрыгнул на бровку канавы и повел в картофельное поле. Пока не сошла роса, запах, оставляемый бегущим коростелем на ботве, достаточно сильный, и птице далеко от собаки не уйти. Вот она чутьем уточнила, где дичь, и эффектным прыжком подняла птицу на крыло. Скидывая ружье, отдайте более резко команду сидеть, и, не стреляя, но ведя стволами за летящим коростелем, следите за поведением собаки. Если она осталась на месте, стреляйте, после удачного выстрела не спеша подойдите к собаке, огладьте ее, дайте лакомство, в пылу азарта спаниель может от него и отказаться, и командой подай, пошлите за сбитой птицей. Принимая дичь, опять же не забудьте предложить своему помощнику кусочек мяса. Если же спаниель после взлета птица на месте не остался, воздержитесь от выстрела и повторными, еще более резкими окриками сидеть, постарайтесь остановить собаку, помните, стреляя по летящему коростелю, можно нечаянно задеть дробью и преследующую его собаку. Если же пес, несмотря на ваши неоднократные команды, все же гонит взлетевшую птицу, терпеливо дождитесь его возвращения, ни в коем случае не подзывая к себе какими-либо приказами или ласковыми словами. Вернувшуюся собаку возьмите на поводок и накажите, повторяя сидеть. Сидеть, чтобы она знала, за что ее наказывают. Дальнейшая охота с прогнавшим и наказанным за это спаниелем должна вестись на шныре. И так до тех пор, пока не будете уверены, что подобный поступок не повторится. Охота на канавах довольно добычлива, но она не доставляет такого удовольствия, как работа собаки в лугах, когда она ищет на правильном челнаке, который совершенно невозможно отработать у молодой собаки при охоте на канавах. Но вот и луга. Невысокая тава зеленым ковром растилается до самого горизонта. Здесь и начинается охота, радующая ваше сердце. Собака, направляемая жестами или свистками, ищет на легком галопе впереди вас метрах в пятнадцати, удаляясь в стороны на двадцать пять-тридцать метров. Вы, конечно, пустили спаниели против ветра, чтобы он работал не только по следу, но мог пользоваться и верхним чутьем, то есть приподнимать голову повыше, ловя запах жрущей или притаившейся птицы. Если собака причует и поднимет крастель неподалеку от вас, усадите ее и стреляйте. Но когда птица будет причуяна в конце боковой ветви челнока, то есть на расстоянии двадцати пяти-тридцати метров, то усадите собаку, подойдите к ней и лишь так давно быстро пустите ее в поиск для подъема дичи на крыло. Когда испарятся туманы капли росы, надо перейти в низкие места, поближе к озерам. Здесь и сейчас возможна встреча с крастелями. А когда солнце поднимется еще выше, идете к кустарникам, там дергачи коротают день. Так же, как на местового, охотятся и на пролетного крастеля, но тот меньше бегает и поднимается в воздух почти сразу, как только к нему приблизится собака. Неопытный первопольный спаниель, зачастую напав на наброды дичи или прихватив ее запах верхним чутьем, никак не может поднять бегущего коростеля, который, кстати говоря, далеко не всегда бежит по прямой, а зачастую вертится на небольшом пятачке, оставляя много следов и сбивая тем самым собаку с толку. Тогда подойдите к собаке и постарайтесь сами его выгнать, вернее, вытоптать. Если же и с вашей помощью выгнать крастеля не удалось, подзовите собаку и обойдите с ней вокруг того места, где был утерян след. Обычно спаниель при этом вновь причует его и поднимет птицу, после нескольких таких уроков собака сама поймет, что, описав круг, найти потерянный след легче всего, и начнет это делать уже без вашей помощи. Вот, пожалуй, и все те азы, познакомившись с которыми вам будет нетрудно начать охотиться со спаниелей на крастелей. А завтра пойдемте-ка поохотимся. На поганыша, болотную курочку. В прибрежных зарослях пойменных озер и на заросших болотах нередко можно встретить камышницу и несколько разновидностей поганышей. Эти скрытные птицы настолько приспособились к жизни вблизи воды, что порой дива дышишься, когда видишь болотную курочку, быстро бегущую по воде, а на самом деле бежит она по чуть затопленным листьям кувшинок и другой водной растительности. Только ближе к ночи можно увидеть ее полет над камышами и тростниками. Добыть водяную курочку, а тем более камышницу без собаки практически невозможно, так как даже после удачного выстрела найти маленькую добычу в прибрежных джунглях, когда вода выше пояса, редко кому удается. С физически сильным, натренированным спаниелем, который приучен к воде, эта охота может доставить немало приятных минут. Итак, патроны в патронташе те же, что и на коростеле. Голенище резиновых сапог можно сразу же у озерка поднять повыше, придется и самому побродить по воде. Спаниель, едва его спустили с поводка и показали рукой на озеро, бросается в воду, то приближаясь к берегу, то скрываясь за глухой, слегка колышущейся стеной тростника, он начинает поиск. Не бойтесь зайти и сами по колено в воду идите вдоль берега, соразмеряя свой ход с ходом собаки. Если здесь есть болотные курочки, они обитают почти в каждом болоте, не пройдет и 5-10 минут, как первый из них, не выдержав напора собаки, поднимется в воздух, попав под выстрел, подай, командуйте вы, и оливково бурая со светлыми и темными пестринами птицы размером немногим более скворца уже в ваших руках. И опять команда, ищи. Бывает, что спаниель в этих крепких местах поднимает на крыло и камышницу птицу размером почти с утку черкотемной окраски с красным клювом и бляшкой на лбу. Это дичь хотя и обычно в наших угодьях, но из-за крайне скрытного образа жизни на глаза попадается очень редко. Камышницы, прекрасно бегающие по затопленным растениями, очень неохотно взлетают и быстро садятся, а поэтому надо быть все время на чеку, чтобы не запоздать с выстрелом. Охота на них под силу только хорошо натренированному спаниелю, обладающему способностью преследовать дичь и отыскивать подранков в исключительно труднодоступных местах. Так что не торопитесь с молодой собакой на охоту по болотным курочкам, пока она не окрепнет. Как я уже говорил, охота на коростеля и болотную курочку, это классика охоты со спаниелем, но с ним успешно охотиться и на другую болотную дичь, например на точка на бекаса. Бекас держится на кочковатом травянистом и торфяным болотом, заливным лугам, по топким берегам озер и рек, по сырым понижениям в степи. Можно встретить его и в лесных болотах. Хотя спаниели окажут вам несомненную помощь в розыске притаившихся на болоте бекасов, но главный залог успеха – меткий выстрел, стреляет мелкой дробью номер 9-10. Этот кулик после взлета с характерным криком вначале делает несколько зигзагов, шустро бросаясь из стороны в сторону, а затем уже летит более или менее прямо, но также быстро. Редко удается настичь дробью бекаса сразу же после его взлета. Лучший результат дает выстрел под долгоносику, когда он переходит на прямой полет. Однако там, где среди болота много кустов, задерживать выстрел не стоит, стреляйте сразу же, как только бекас снимется с земли. Прежде чем начать охотиться на бекасов, советую побывать в местах их обитания без ружья и понаблюдать за полетом, мысленно выцеливая взлетающих птиц. Это не займет много времени, но заметно приблизит вас к заветной цели меткой стрельбе. Хотя на коростели можно охотиться и в дневные часы, выгоняя их с помощью собаки из кустов, но лучше в теплый погожий денек ближе к полудню поискать бекасов, которые в это время дня в жаркую погоду наиболее близко подпускают охотников с собакой. В холодную и ветреную погоду и на открытой воде бекасы более осторожны и очень часто срываются далеко от человека, не оставляя даже надежды на удачный выстрел. Вести спаниеля на бекаси на охоте надо обязательно против ветра, так как здесь собаке придется работать в основном только верхом, ловя чутьем волнующий запах дичи, наносимый на нее ветерком. Лучшие результаты тут будет иметь охотник, у которого собака в меру быстра, не очень горяча и работает в полном контакте с ведущим. Причуяв запах дичи, такой спаниель после короткой потяжки, во время которой он уточняет место сетки птицы, переходит на энергичную четкую подводку. Тут уже не зевайте и будьте готовы к мгновенной вскидке ружья. Сразу же после взлета птицы, ружье к плечу и команда собаки сидеть, если послушный пес сел, упреждайте стволами дичь, выждите, когда она перейдет на прямой полет, и нажимайте на спусковой крючок. В случае промаха не медлите ни мгновения со вторым выстрелом, за сбитой птицей посылайте собаку только после того, как-то немного успокоиться. Когда же спаниель ослушался и не сел, продолжайте вести стволы ружья за абекасом, а сами еще более строго скомандуйтесь сидеть, если же этот ваш приказ не подействует, воздержитесь от выстрела главное, чтобы собака не стала преследовать дичь, а абекасы на болоте еще встретятся, не один же он здесь сидел. Сослушавшимся спаниелем поступает так же, как и на охоте за коростелями. Что и говорить, интересна и в наивысшей степени спортивная стрельба абекасов, но большинством охотников, и не без основания, ценится выше. Точка. Охотанная дупеля. Эта птица почти в два раза превосходит бекаса по размеру и весит до 300 года, да и мясо ее значительно вкуснее. А вот встречается дупель значительно реже. Отличается он от бекасы тем, что у него пестрое брюшко, у бекаса чисто белое. Обитает этот король болотной дичи в лесной или состепной зонах нашей страны, и изредка встречаясь в лесотундре. Наиболее любимые места влажные кочкарники, маховые болота, сырые луга с грязями и поросшие кустарниками. Не в пример бекасу, дупель лежит очень плотно, особенно к осени, подпуская собаку совсем близко, летит низко, не быстро, по небольшой дуге. Главное на охоте по дупелю, близким выстрелам не разбить дичь, который осенью так жреет, что ее натянутая кожа может лопнуть от удара землю после меткого выстрела. Со спаниелем охотиться на дупеля примерно так же, как и на его меньшего собрата, бекаса. Если дупель взлетел из-под собаки, неудобно для верного выстрела. Лучше его не делать, так как нестреленный кулик отлетает обычно недалеко и найти его вторично с помощью у чутистой собаки не составит труда. Только помните, что дичь это, когда опустится на землю, не бежит, а сразу же затаивается, не оставляя следов. Вот почему найти перемещенную птицу быстро и уверенно может лишь собака с хорошим чутьем. Если же спаниель этим даром обладает в меньшей степени, сами хорошенько запомните место, куда он ткнулся, чтобы, направив сюда собаку, облегчить ей поиск. Есть еще одно правило, обеспечивающее успех на дупеле на охоте. Там, где нашли одну птицу, ищите вторую. Особенно интересна и добычлива охота на высыпках пролетных дупелей. В средней полосе местовые дупели обычно покидают место гнездове уже к середине августа, а на смену им подваливают пролетные из более северных районов. Как правило, высыпки бывают там же, где до этого встречались дупеля местовые. Но иногда высыпки можно встретить и в совсем, казалось бы, неподходящих местах, на картофельном и капустном полях, сухих и потрескавшихся трофяных болотах, около мажевеловых кустов. Как местовые, так и пролетные птицы любят кочковатые пастбища, на которых пасут скот. Будете на лугу, не забудьте заглянуть на плешины, оставшиеся в траве от прошлогодних стогов сена, ищут и находят здесь земляных червей и личинок на северных. Дупеля Давно на юг откочевали дупеля и бекасы, нет уже корастеля и болотных курочек, но не огорчайтесь, не торопитесь оставить безработной свою собаку, впереди еще охота на, на гаршнепа. Если дупель почти в два раза превосходит размерами бекаса, то гаршнеп вдвое меньше последнего. Из перечисленных трех птиц он наиболее красив. Охота на эту дичь со спаниелем во многом схожа с охотой на дупеле. Гаршнеп подпускает собаку настолько близко, что зачастую взлетает из-под самого ее носа. Места гнездования гаршнепа находятся в лесной или сатундровой зонах. Для охотников, любителей охоты с подружейной собакой гаршнеп, желанная дичь. Ведь он последним из куликов покидает охотничьи угодья, находясь в них порой до первого снега. Охотятся в основном на пролетного гаршнепа, когда перемещающиеся к югу птички невелички образуют высынки, и обязательно с собакой, так как вытоптать их без четвероногого помощника очень трудно. Поскольку высыпки этих долгоносиков зачастую бывают на типично бекасиных местах, в начале пролета гаршнепов отстреливают вместе с бекасами. Позже в яктаж охотника попадают только гаршнепы. В безветрие полет гаршнепа тихий, спокойный, слегка покачивающийся и перелетают они недалеко от места подъема. Стрелять их в это время несложно. В ветреную же погоду характер полета меняется, летящая птица напоминает как бы порхающую бабочку. Объясняется это довольно просто, взлетев, куличок направляет свой полет против ветра, который сбивает дичь с курса, после чего она опять в меру своих сил старается лететь против ветра, тот вновь сдувает ее в сторону и так далее. Попасть во время такого полета в птицу непросто. Некоторые охотники стреляют сразу же, как только гаршнеп взлетит, в этом случае надо встать подальше от собаки, чтобы метким выстрелом не разбить крошечную добычу, а другие подлавливают момент, когда он на какое-то мгновение замрет, в воздухе после бокового смещения перед тем, как направить свой полет опять против ветра. Стрельба по гаршнепу в ветреную погоду считается не из легких и служит хорошей школой для охотника. Спаниель на этой охоте должен быть прежде всего предельно послушным, так как взлетающая из-под самого носа дичь очень горечит собаку и то может начать гонять. Вот и закончили мы разговор об охоте на болотную дичь. Рассказывать об охоте на других куликов, во множестве обитающих на пойменных лугах и болотах, не буду, так как на этих охотах спаниель нужен только как подающая собака. Субтитры создавал DimaTorzok